... ... Можно не начать кого-то вопроса, чтобы можно было оттолкнуться, ибо отклик только есть, как говорение. Если есть какой-то вопрос, то есть просто хорошо здесь вопросов, пока нет. Можно даже оттолкаться оттолкаться. ... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 кто его, да, как будто бы думает, что нашел. Так вот, по сути, получается, что вы отвечаете сейчас своим говорением на вопрос, что вы не есть Дух, а кто вы сейчас, прямо сейчас пришли сюда? Кто вы? Проявление. Смотрите, вы человек? Вы женщина? Вы кто? Тело? Ну, как мне идет ответ, я стремление, просто стремление. Ну, стремление, как понятия, само стремление, что это такое? Куда стремление, или чему стремление, что это такое? Какое стремление? Ну, стремление познать, кто же я есть. Значит, кто-то имеет это стремление, правильно? Угу. То есть само стремление, как вы, можно сущностно определить. Правильно? То есть его почувствовать невозможно, как вы видите, но невозможно. Но есть кто-то, кто стремится, да? Кто это? То, что вы есть, на самом деле, не нуждается. А тот, кто нуждается, не может. В этом устремлении любое возникает у того, кто нуждается в чем-то. Но он не может ничего. И найти ничего не может, согласно этому устремлению. И вот только тогда, когда тот, кто нуждается, естественно проявляется, и тот, кто ищет себя. Да, согласно. Как будто какие-то две части не соединяются, не соединились. Что вы еще можете отсидеть из того, что вы не есть? Что вам кажется, что есть вы? С телом есть идентификация? С телом? Да, есть отождествление. Увидите тело свое? Да, может. Ну, если не это отождествление, вот в этом мире очень сложно жить. Тогда можно просто сидеть и вообще ничего не делать. Кому жить? Ну вот, я не знаю, дух, наверное, дух. Могу сидеть. И пребывать сама в себе. Вот это то, что здесь жить недостаточно. Если здесь живет тело, по-вашему, то вы как тело живете. Тогда вы вовлечены во все возможные игры, связанные с этим. А именно тогда вы определяете себя как человек, как женщина, как профессия какая-то или еще кто-то. Как личность. Ну да, чтобы жить в этом мире, да. Чтобы жить в этом мире. Ну, дойдем мы до этого. Сейчас. Вот. Я бы сказал так, чтобы пребывать в иллюзии. Да. Чтобы пребывать в иллюзии жизни. Ну, на самом деле, истина и реальность, и сама жизнь находятся за пределами этой иллюзии. Так вот, пока вы в этой иллюзии не найдете того, кто живет. Я болтаюсь между двумя дирами. Могу мне искать. Двумя дирами. Миров вообще нереалит, знаете. Можно так болтаться бесконечно. Это так. Так вот, с чего вы взяли, что вы женщина? Или что вы тело или какая-то личность? С чего вы это взяли? Вот как раз у меня здесь трудность. Я не взяла это полностью, чтобы жить здесь, в этой иллюзии, вот так. Тогда бы я играла в игры, у меня что-то получалось. А так я не там и не здесь. Не там это где, и не здесь это где. Давайте уточнить. И не в иллюзии, и не в знании того, кто я есть. Все, что приходит и уходит, не мастерное. Это же очень просто. Вопросы, жить как? Как же, чем жить? Смотрите, а что, почему вопрос вообще этот возникает? Жизнь разве, она требует каких-то ответов на это? Оно же просто происходит. Ну да. Вне зависимости, что вы об этом думаете. Вне зависимости от того, как функционирует тело. Да, я могу от этого отвлечься. Жизнь происходит безусиленно. То есть для этого не требуется никаких усилий. Не требуется где-то находиться. В каких-то мирах или между мирами. Жизнь просто происходит. С самим фактом того, что вы есть. Теперь разберитесь, что это есть. Что это вы, что живет. Вне зависимости от того, что происходит с телом, или что личность об этом думает, или ум об этом себе представляет. Дух. Смотрите, вы всегда пытаетесь назвать. Если есть вопросы. Не важно. Если вопрос в любви. Угу. То, что вы называете, не является тем. Не является искомым. Если оно названо. Как-то. Потому что то, что названо, есть просто слово. Вы говорите дух. Это то, чего я не знаю. Я называю этим словом. Правильно. Вот вы не знаете. На самом деле, то, что вы есть, никак себя не называет вообще. У него нет имени. Более того, у него нет даже некого я, с которым вы себя отождествили, как кто-то. Вот вы прямо сейчас, если присмотритесь, вы прямо сейчас видите, кто вы есть. внутренним зрением. Не будьте сейчас в объективной реальности. Не цепляйтесь глазами за объекты. Смотрите. Я просто есть. Да. Смотрите. Широко. В принципе, не понимая, все целиком. Так вот, что это такое «мы» есть? Не скажу. Не скажу, потому что все, у меня есть все. Что происходит? Ну что? Не говори. Бесспорно. Вы задаете вопрос, мне приходится называть. Но вы же пока не можете даже ощутить, потому что эти называния просто как указание вам помогают для того, чтобы найти вот эту дорожку, то есть определить взгляд, куда смотреть, куда смотреть, на что смотреть и кто вообще смотрит. Могу сказать, что смотрю я в себя, и когда я смотрю в себя, я просто все. Вообще это не во мне. Это сразу вот. И словами это не называется. Но у меня всегда был вопрос, я могу пребывать в этом состоянии сколько угодно долго, но может мне захочется есть. А так ли это, сколько угодно долго? Конечно нет, потому что тело захочет есть, еще чего-то. И пусть есть. Вы пребываете. Ну понятно, моя проблема. Тело всегда знает, что ему надо. Оно само пойдет и поестет. Какие проблемы? Вот проблема вот здесь. Вот это вместе. Но вместе к какому? Смотрите, что происходит в момент, когда вы говорите, что тело захочет есть. Значит, вы как бы на это время забудете о том, кто вы есть. Да. Вот это и есть пребывание между двумя мирами. Совершенно сетить нас со своим телом на момент, скажем, обеда. И будете говорить, я тело, я ем и так далее. Ну примерно так. И это шиза уже. Нет, это не шиза, это просто обычное засыпание. В этом ничего такого страшного нет, поскольку пока вы не пребываете всегда в этом состоянии, в состоянии присутствия постоянного, непоколебимого, меняющегося никак, глубокого истинного. Пока этого нет, то происходит вот эти постоянные засыпания. Засыпание, идентификация, какое-то отождествление с личностью, а что такое личность, это, ну, понятно, наверное? Конечно. Что это такое? Ну, прежде всего, это набор качеств, это руководимая умом конструкция. Ну, набор представления себе. Набор представления себе, просто, не более того. То есть просто выдумка пустышка. Но при этом ей надо жить в этой иллюзии. Кому надо жить? Почему? Почему ей надо жить? Если его не существует, ее не существует, как кому надо жить? Живет уже тот, кто живет, понимает. А кому-то, как вы решили, еще кому-то нужно жить. Но это тот, кто, тот, кто, просто, так сказать, просто пустота, тот, кто просто вообще не существует. Просто выдумка, просто набор мыслей, набор представлений. Я все равно с ним. Почему вы решили, что ему нужно жить? Этому набору представлений. Вот эти вот разговоры, скорее всего, у меня не первый и не второй. И вот вопрос, в принципе, мой вопрос понятен. То есть, пока я живу в этой иллюзии, я решаю не выходить из нее. Потому что здесь я еще чего-то не добровал. Слово, потому что кто-то что-то решает. И кто не выходит из нее? Ну, есть мой ум, мое вот это я, и есть дух. Можно обходиться малым, и не, ну, как сказать, пребывать в этом состоянии. Ну, это сложно, потому что есть еще тело. То есть, все разделилось? Да, да, вот это разделение есть, есть ум, и есть тебе. То, чего мы не называем. Все разделилось, все разделилось. Да. то вы с умом осуществились, то с личностью, то с телом. И всегда вы разделяете. И кто разделяет? Да. Вот, и вы говорите, вы разделяете. То есть, есть еще это осуществление с ума. А где знание себя в этот момент? Да, я же говорила, вот отбегается планочка то в одну сторону, то в другую. То есть, здесь необходимо быть все время как бы в стержне, в посредине. Ну, словами трудно передать, ощущение не есть. А в середине? Значит, между чем-то и чем-то? В центре. Вот так вот. В центре. В центре чего? Почему не хватает вообще? Почему есть этот поиск? есть опыт небольшой, но есть других ощущений себя. И даже не себя, а вот всего. И себя как частица всего. И это иллюзия никак не соотносится. Поэтому когда я получила этот опыт, мой товарищ сказал, ну да, теперь ты к этому опыту будешь стремиться вернуться всю жизнь. Это программка, конечно, в принципе, да. что в этом опыте такого, что вас туда включает? Ощущение единства со всем. почему прямо сейчас этот? Почему вы можете сказать или не можете? Может быть, вы просто посмотрите на это? Ну, потому что я даже не стремясь. Ну, это значит, есть какое-то отождественное? да, мне приходится думать, что сказать. возникает думание, да? Возникает думание, и когда я разговариваю с вами, я разговариваю словами, мне нужно подбирать слова, это думание. Думание и думание. Думание это величайшая проблема человечества современного. Да. Величайшего заболевания вирус, можно сказать. пандемия. Да. Ну, кстати, это пандемия. Это так. Ибо говорение происходит вообще в недумании. С вами говорим, говорение происходит. Ну, да, мало. знакомая она мне прислала ссылку на сказку «Маленький принц» в видео. Угу. Там спектакль снятый с просьбой с просьбой «Посмотри, посмотри, посмотрел». Как это замечательно, что такое. А вам-то это зачем? Ну, похоже. Пообещала посмотреть, честно. Включилась, смотрится. и как всегда снова обнаруживается, что некому увлечься. Ибо эта сказка, это видео устроено таким образом, как способ увлечения, вдумания, жонкирования смыслами и прочие вот эти вот вещи. Через буквально несколько минут просто пульт выключается это все-все-все. С извинениями. Просто некому увлечься. Смысл утекает, утекает во время просмотра просто как песок сквозь пальцы. Невозможно зацепиться, некому зацепиться. Нечем просто. И тогда вопрос как же общаться с этим человеком? Как он вообще зацепился за вас? Последние оставить эти вопросы. Да. Вот есть люди, с которыми мы общаемся. Общаться бездумания совершают. Общаться бездумания. Это абсолютно естественная вещь. А вот неестественно это думание, оно приводит только к страданиям. вот в том-то и дело, что если бы я не знала о том, как можно вот таким образом жить и мыслить, мне было бы легче в этой иллюзии. Ну смотри, вот вы опять говорите, было бы. Да, было бы, потому что это так Если не согласен. Если не согласен. И в этом уже здесь это может решаться. И это уже ловушка. Да. Я согласна. В том-то и дело. Ловушка и страдания. Понимаете? То есть прибыли снова погружаетесь в страдания. Вот этим заключением. о том, что было бы лучше. И в этом корень того, почему с вами не происходит. То, что вы называете самодривизацией. Ибо пока есть тот, кто не согласен с тем, что происходит, есть стойкое страдание всегда. есть засыпание и не знание себя как реальность и как жизнь. И поэтому появляется и поэтому возникает тот, кто как бы должен найти страдание. Это все просто. У кого появляется страдание и просто. Но во сне найти невозможно спящего или того, кто живет, или того, кто видит этот сон. Потому что он в это время лежит на кровати. и забыт наоборот. А поиск происходит. И он происходит во сне. Пока вы во сне невозможно найти ничего. И как только вы пробудились, тут же исчезает тот, кто ищет. И больше ничего не ищется уже. Потому что за персонажами сна никто не гоняется, ничего никто не ищет уже. Как вы живете? я живу через все формы от него дойдет замечательно совершенно прекрасно. просто пробудитесь, перестаньте страдать. Начните с того, что вы принимаете все как есть. Таким, какое оно есть. И никогда не позволяйте ему создавать конструкции называющихся «если бы». Да, я сама только что ребятам поверила об этом. Было бы. Если бы было бы так, было бы как-то. Но этого нет. И никогда не будет. Понимаете? Ну почему же? Мы можем спрограммировать это. Кто? в этой иллюзии нужно поиграть. программировал? Ну он программировал. Конечно, он проиграет. все. Ну и что? Поиграть это. Ну играете, играете, пока не наиграете. Но вы же все время страдаете. Дело в том, что если есть игра, есть страдания. Безусловно, это всегда происходит. Играющий всегда страдает. можно отстраниться от страдания. Отстраниться от страдания? Да. Это как? От боли можно отстраниться? Можно. От того, что тебе там нравится и не нравится, можно отстраниться? Можно. Это значит выйти из игры. Не вовлекаться. Только так можно от страдания от убедиться. Не вовлекаться. Поэтому я вам говорю, когда включился вот этот спектакль, который называется «Маленький принц», который мне порекомендовали, просто попросили посмотреть, чтобы поделиться своими ощущениями. Невозможно было посмотреть. Ибо некому вообще было вовлечься, потому что эта сказка устроена таким образом, как способ вовлечения вдумания. Все какие-то аллегории и смысли должны складываться, и все это вдумание в уме должно сложиться в какую-то конструкцию, в какую-то концепцию. А я думала, у меня разум начинается. Ну, я просто действительно, уже не складываются вот эти вещи. Вокруг меня психологи, люди думающие, розирующие, им надо аргументировать. А у меня уже не аргументируются. И я понимаю, что что-то я уже тут как-то перестала с людьми общаться. Так. Да, и что? И тогда я сижу, никуда не иду. Теперь осталось только освободиться от характеристления. От я. Страшно. А оно исчезает прямо здесь и сейчас. Прямо здесь и сейчас, посмотрите, нет никакого. У меня в теле ощущение такое, как будто бы какие-то части сдвигаются, или пластины, и вот что-то такое. Прямо сейчас. Да. В голове. Когда они взрываются. Их глазки такие. Бывает так, что взрываются. Нет. У меня как ворота со скрипом. Значит, что-то сдвигается сейчас. Значит, где-то звук будильника на дальнем плане ощущается. Так вот, прямо сейчас, если вы просто свое внимание рассредоточите на этом пространстве, вот прямо сейчас. Вы увидите, что нет никакого ядра. Видите? Это самадхи. Прямо сейчас. что есть? Ум тоже есть. Он спрашивает, ну и что, и дальше, что? Странно, что он появился. Странно, что он появился. Он каждый раз. Он может быть, что он появился. Он будет, конечно. Он должен быть. Страшно, но здесь барьера. Просто будьте в этом приносите испартику. Осознавайте. Где-то нет страха никакого. Тут же увидите, что страшно. Я сейчас ощущаю вот это состояние нестремления картика. Не оттягивает ручку. Не оттягивайте, не верите в это. Просто осознавайте. Все подъяснилось, все целиком. Прямо сейчас. То есть целыми воспринятия прямо сейчас. Ничего не уберяется в объект. То есть... Наблюдающие наблюдают на смелость. Прямо сейчас. Усложайте на месте. Идите. Как-то останавливается. Где здесь он? Где здесь он? Так же, как нет ничего ни личности, ни я, ни тела. Где здесь он? Где здесь он? Где здесь он? Видите? Это там. То, что вы есть. То, что никак с вами не называет. То, что растворяет, в чём растворяется? Когда вы пробуждаетесь, когда вы просыпаетесь от вверх. Всё в этом растворяется, исчезает. Даже в некий ненавидность, смотрите в руки. Видите? И когда я отвечаю, то уже включается он? Нет. Говорение происходит с независимостью от вверх. Но вверх не включается. Говорите. И будьте в этом. Конечно, есть уровни самодхи, когда говорение невозможно. Просто отключается аппарат вверх. Просто он отключается. И сейчас. И сейчас. И сейчас. И ещё. И ещё. И ещё. И ещё. И ещё. Сейчас ещё говорение не происходит. Здесь нет. Нет. Здесь нет. Здесь нет. Это, что fazem умножаться. ING Вот прямо сейчас свет высшей милости, прямо здесь мы. Теперь просто не начинайте это состояние. Берите его, прямо сидите с собой. Здесь частота. Видите? Видите? Все, что нужно. Он сам себя в друже. Продолжение следует... 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 Да... Продолжение следует... 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 а в итоге понимаешь, что нет ответа, все вопросы остались. В том-то и дело, что вопросы созданы. Какой принцип ума здесь? Когда вопрос возникает, ты по привычке думаешь, если есть вопрос, сейчас ты что-то найдешь. Смотри, ум неосознанный создает эти вопросы. Когда ум осознан, он исчезает. Он растворяется в сознании. Так же в этом самадхе, то, что вы сейчас были в этом состоянии, там ум, даже как объективная реальность, просто растворяется. Вы видели это? Осознавали? Так происходит? Да. Все. Я прихожу в этом самадхе. Вот сюда. Молодец, я свидетель. Я прихожу, я приехала из Краснодара. И я себе сказала, я сейчас вот, как бы, своему окружению, где с ним, зачем я сюда приехала, да? Потому что они там вот, а сама не узнаю, да? И вот я приезжаю сюда. Причем я приезжаю сюда несколько раз, чтобы сюда попасть. Я попадаю, я хожу по поселку, я разговариваю с людьми, делая вид, что я покупаю здесь еще часто. Понимаю, что это не реальность. Вы говорите, да. Я, вы говорите, я хожу, я разговариваю. Ну, потому что я в этой реальности. Осознайте, что нет никакого я. Просто происходит. Смело ходит. Что-то, что-то в говорении происходит. Понимаете? Да. Ну вот у меня наблюдатель за наблюдателем, за наблюдателем. И вот я это все наблюдаю. Я хожу по лесу. Я хожу по поселку. Я, да, я, ага. Короче, тело ходит по поселку. Доходит до этого места, смотрит вокруг светом. Ну, наши люди, наши здесь люди. Ну, и не пойду. Здесь же забор. Здесь же чужое, да? Я не пойду. Ну, в общем, это анекдот, конечно. В конце концов, когда я прихожу и нахожу здесь людей, они меня спрашивают, вы кто? И мне быстро, быстро надо войти в состояние человека, да, тела, чтобы объяснить, а кто же я и чем я занимаюсь. Все равно это говорение произойдет. Тело само расскажет все, что он узнает о паспорте или еще о ком. Вот, скорее всего, это и происходило. Это, к сожалению, вот Рома, да, кто-то первого освещения, он не слышал. Но я же понимаю, что когда я начинаю говорить, это просто говорение. Начинается говорение. Начинается говорение. Начинается говорение. При этом я еще и ощущаю тот паспорт, с которым я говорю. Да, я наблюдаю это. Я знаю, что с людьми потом происходит. И вот, когда я с ними вот так говорю. Когда говорение не происходит. Когда говорение нет, когда я с ними общаюсь. Вот, да, ага. Вот, все, не могу ничего сказать. Короче, с ними начинает что-то происходить после того, как я ушла. В следующий раз, я смотрю, люди шарахаются от меня. Я понимаю. Потом понимаю, что произошло. У людей начинают блоки выходить там, еще что-то такое. То есть я не хотела, пообщалась с моей. И вот именно с этим вопросом я и хожу. И вот, поселиться на лесу, и вы все время в этом состоянии. Это же божество. Да. Но только перестать верить. Ну, а вот это кому надо? А ты что сейчас сказал? Ой, кто-то сказал. Может и надо. Да кому надо-то? Ну, я понял, в моменте не надо. Не надо, это вообще не возникает в моменте. Просто тело само подстраивается, когда ты в моменте в осознанном, глубоко осознанном состоянии находишься в духе, когда нет я никакого, когда нет никакого тела даже. Когда ничего нет, кроме осознавания просто чистого, чистого присутствия. Тело само все знает, когда ему отказаться от чего. И от чего ему отказаться и вообще как быть, чтобы не страдать. Понимаете? Надо думать, от чего оказываться, если сейчас того нет. Ничем думать. Просто я испытывала вот это вот все. Это такое впечатление, что это еще одна игра, но более веселая. Какая? Я понимаю, да, и к чему вот этот вопрос. Отсутствие понимания того, как взаимодействовать с людьми, когда у тебя происходит говорение. А там он так, дай мне то, скажи мне то, паспорт. Ну покажи это ему говорение. Он какой-то блаженный. Ничего не свяжешь. Вот это я ощутила. Мне говорят, документы у вас есть? Ун, ты на тренировках говори быстро, быстро отвечай. А я, как миллион, не через день я вспоминаю. Да, мне на два листа всего того. Ну зачем мне это надо? Ну вот это начинается опять думание. Зачем? Почему? Ничего не нужно. Будьте в чистоте. Для чего вот это зачем и почему? Кроме страданий это нечего переносит. Свободитесь от страданий. Перестаньте страдать. Будьте в чистоте, будьте в радости. В этом свете высшего, высшего милости. Все. Все. Вот только что были мысли. Был вопрос. А ничего не надо. Ну тоже я понимаю, что некоторые проблемы, берущиеся от ума в вопрошениях и всяких, они не берутся не от самого ума, а от состояния, которые не свойственны к качествам постоянного непрерывного внимания и проявления. Вот это вот момент, когда тебя спрашивают, а там паспорт, а документ. И ты такой, да, все есть, но оно надо. И тут дело не в том, что ты думать об этом начал. А дело в том, что ты изучаешь состояние нежелания идти навстречу этому, нежелания откликаться этому. И происходит такое, а не хочу. Это промежуточное состояние. Вот-вот-вот. Вот это нужно в нем повыкнуть. Да. Это промежуточное состояние. Потому что, когда это проходит, тело функционирует как разум, очень четко. Оно все знает само. Но ты никогда не вовлечен. Ты уже освобожден. Навсегда. Вот навсегда это лучше, чем в промежуточном состоянии. А какое же это промежуточное состояние? Разве это не то же самое состояние? Какое то же самое? Ну вот то, о чем ты сейчас говоришь. Что кто-то спрашивает про те же самые документы. Нет. А ты как бы, да, но зачем, но нет. Подожди, я об этом вещь. Он говорит о том, что тело или вообще твое осознание как бы себя вот этого ложного, вдруг сдувается, говорит, я не хочу, я там точно. А кто не хочет? Ну, опять вопрос. Кто не хочет? Пока тот есть. Кто против? Кто не может принять? Кто не хочет? Простой вопрос про документы. Он реагирует так. Ну, я же в этом же говорю. Я веду к тому, что этот кто-то, он есть, который отрисляет себя и проявляет себя из бессознательного как просто эмоция, как состояние. А потом этим же я, не отследившись, оно как бы проявилось, и ты, ну, типа мне так не захотелось. А ты понимаешь, что вот это вот не захотелось, и то, которое сдулось, это тоже не то. Потому что в тебе есть это неприятие. Блин, почему постоянно там меня спрашивают, я это не хочу, не буду, не пойду. Могу говорить. Конечно. Это ложное промежуточное состояние. И сама, опять же, проблема в том, что оно проявляется, и тяжело его наблюдать, отследить. Не то, что тяжело, а вот ты находишься... Но маскируется. Да. Ну да. Да. Обнеотлик. Да. Оно маскируется. Да. Но ты говорил, что о проблемах. Нет, ребятушки, осознайте, нет никаких проблем вообще. Все проблемы, какие могут вообще возникнуть, или которые вы можете себе представить, это пустота, это ничего, это просто представление. Причем у одного оно есть, это представление у другого. Это представление того самого отделенного я. это несогласие с тем, что происходит. Просто, понимаете? Это та самая токсичная деятельность у нас. Непринятие – это тоже как бы определяющий фактор того, происходит ли так на самом деле, как должно происходить, типа, по-твоему. То есть ты понимаешь, что ты здесь либо некорректен, либо неэффективен. Но вопрос в том, что дальнейшее размышление в том, почему так бессмысленно, потому что ты осознаешься, просто начинаешь проявляться, так как тебе, естественно, убирая вот эти вот все… Все есть такое, какое есть. Сопротивляться тому, что есть такое, какое оно есть, бессмысленно. Потому что это создаёт только ложное. Ложное отождествление. Все на своем месте, понимаешь? Все. Не требует никакой перетёжки. Все прямо сейчас здесь, везде, всегда на своей месте. Вопрос состояния твоего ума. Состояние осознанности. Все. Искать ничего. Ты всегда, всегда присутствуешь в этом. Ударь. Смотри, прямо сейчас. Будь, прямо сейчас. Никаких практик не нужно. Прямо здесь. Прямо сейчас. Прямо здесь. Прямо сейчас. Нет. Никакого есть. Никакой проблем. Никакого страха. Никакого отождествления. Нужного. С чем-нибудь заниматься. Есть чистое осознание. Чистое присутствие. Дорога. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот мы сидим, и вам хорошо, и мы можем сидеть сколько угодно долго в этом состоянии. Ну вот, конечно, там автобусы, самолеты... Продолжение следует... Так вот вопрос... А что это такое? Возьми, почему? Опять не согласен? Нет, это не согласие, это вот как будто накишешь... Так оно найдено, вот оно, вот оно. Кому надо найти? Вот, найдено, вот оно, прямо здесь. Найдено? Да иди, кому надо. Мне не надо. Да? Ты тут ночевать не будешь? Где ты будешь ночевать? А кто будет ночевать? Шпы, да? А когда это будет? Вопрос только, ребята, вопрос только осознавания, глубокого осознания себя как истинного. Вся определенное осознание знает всё, во всём. Когда его нет, то значит, а где то, а где... Вопросов нет никаких, если бы. Самое интересное, что и тот опыт есть, и его болтание ещё пока вот в этом месте весело. Постепенно привыкание ума к этому, к истинам, его как бы растворять. Вот. В конце концов, он растворяется. И тогда некому увлечься, как в том самом просмотре маленького принца. Тоже просто осознавил в этих проявлениях принцип ума, как он работает, как он наперет власть. У нас же всё в условном уме. Нас приучили планировать, думать, устраивать. Неосознанный ум — это не тот ум, который вообще есть. Вообще, что такое ум? Это всё, что проявлено. Вся материальная реальность, вся объективная реальность — это всё ум. Вся вселенная, можно даже так сказать, это всё ум. Но есть функция неосознанная, которая тебя всё время дёргает. Функция, она только к телу имеет отношение, эта функция. Понимаешь, она как бы привязана к этому телу. Просто помимо того, что она проявляется, насколько это сила, она имеет власть за счёт проявлений в человеке страха. А по страху, на чём человека учат жить по принципу, планируй день каждый день, составляй. Потом, если вдруг чего-то, подумай об этом заранее. И не в состоянии момента определять, хотя планирование тоже есть. Родной мой, то, что ты сейчас говоришь — это просто культома неосознанного. Вот этой функции, которая неосознанная. Она сама по себе бесконтрольна. Но вся вот эта игра, которую ты называешь там социальной или ещё какое-то воздействие на это, запечатывание вот это вот всё, да? Тебя в коробочку как сознания, в коробочку вот этого ума. И ограничения вот эти возникают и так далее. Всё это, значит, есть не что иное, как культ. Культ ума, культ вот этого дьявола. Диа, который разделяет. Диа — это два. Дьявол, разделяющий, просто создающий двойственность. Так вот, всё, что ты говоришь, связанное там с социумом, со школой и всё такое, всё направлено на служение этому дьяволу, понимаешь? На выращивание его именно внеосознанной функции вот этого беспокойства, думания и прочего вот этого связанного… Пребывания в иллюзии. Связанного сострадания. Угу. То есть, получается, как только мы выходим, да, вот из этого состояния, точнее, входим в состояние вот этой растворённости. Во всём. Лапой стоит на нас действовать. Ты тут же возвращаешься в рай. Царствие небесное. Угу. Нет, распределения нет. Дело в том, что в этом периоде, в этом моменте, когда он ещё неустойчив, постоянно тебе вот это удёргивание крючков, они вот эти болезненные, на тебя порой реагируют непонятно как. А ты думаешь, ну это же не нормально так там… А-а-а… Оббрасывай. Да. Вообще не уцепляйся, не смотри на это. Да, да. А как хорошо с твоей дунею встретить. В том-то и дело. Уже рай. Ты уже рай, но тебе кажется, что… что есть какое-то несовершенство? Или это настолько просто, что вы будете быть правдой? Да. Некоторые мне так говорили. Да. Это так просто, что… Много поверить. Угу. 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 Ну да. Вот вопрос в том, что это настолько просто, но есть ли в тебе этот потенциал силы, чтобы это мог проявляться? Если… Да, он вообще… он есть у каждого всегда. Просто есть гораздо более сильный, неосознанный Ял, которому ты все время служишь. Угу. Все время кормишь его. Угу. 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 Конечно, это говорение сейчас именно такими словами для более точного, более сильного, глубокого осознавания. Вот. Конечно, ум и даже эту функцию, конечно, нельзя так демонизировать. Понятно? Да. Это же это ум, что идея. И… И во все есть одно. И во все есть одно. Но для пробуждения необходимы такие слова. Поэтому это говорение происходит. Угу. Потому что уму нужно все время подсвечивать словами. То, чего он не может осознать. Угу. И познать даже не может. Угу. 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 Ум бесконечный. И ум не останавливается. И я, не знаю, у меня первый раз был опыт, когда я ей то… Вот по наитию. Я говорю это по наитию, когда вот просто происходит, да. И я ей говорю, не пугайся. Что сейчас просто ума у тебя становится. Угу. И она… И я не знаю, зачем я это сказала. И вдруг она вошла в это состояние. Угу. И она не пришла, не приходит. У нее проблемы, она ко мне больше не приходит. И кто-то мне звонит и говорит, она так испугалась. Она вас боится. Да. Почему меня боятся там? А мне просто слово «мешалка» остановилось, очень интересно, как такое бывает, как у нас начинается. У меня на личном опыте тоже есть человек, который дошел до этого какого-то програничного состояния через, скажем, такие достаточно интенсивные страдания и осознавая, что думал, как остановилось, я говорю, тебе осталось мало, а просто принять это, и что теперь так, и что в этом блаженство, а там настолько силы и энергости велика, что человеку некомфортно в этом бездумании, и он делает все, чтобы начинать думать, о чем он будет, что-то делать, увлекаться. Конечно, понимаешь, власть его зыбка, и он все время будет защищать это, защищать свое существование до тех пор, пока не докопится вот та самая критическая масса страдания в этом сне, когда все просто уже невозможно, и тогда просто все закончится. Все отдастся, просто все в руки Всего 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 Всего, и вот так вот этот момент закончится, просто прекратится, ты это обнаружишь, не достигнешь, а просто обнаружишь. И в этом суть всей духовности в том, что любой духовный опыт не достигается, а обнаруживается. Ибо все, что достигается, достигается ложным, а именно присваивается просто. Ну а если говорить не о процессе обнаружения себя как просутствие и детальное знание, а как дети, имеющие определенные навыки, и все профессиональные, то наоборот, которые мы говорим, то есть одно слово уже достигается. Это все только принадлежит телу. Ну да, телу. Тело все знает, как раз. Тело. Ну да. Ну да. Тело. Тело тот же самый объект. Несуществующая веки нереальности. Да. Но несуществующая веки нереальности, да, но он же есть, и пока ты пребываешь в нем, действуй через него, оно же является. Да, но в какой-то момент, когда ты осознанный, когда ты уже пребываешь в истинном, неизменно, всегда, тогда тело становится настоящим сосудом для реализации тех самых высших духовных аспектов. Когда уже нет того, кто страдает, чего-то хочет, испытывает страх и так далее, тогда уже нет того, и есть только наслаждение, только… Это как раз то, что ты лица отпускаешь, да, и все. Чистое присутствие, только чистота, только Бог. Если хотите, просто такими словами можно проявить. Все. И все, что происходит с телом, оно просто происходит, и оно тебе не трагивает никак. Даже если тело попадает в какие-то ситуации, травмы или еще что-то, понимаешь, это все не затрагивает тебя. Ну, судя по всему, оно и вообще не должно тогда в такие ситуации попадать. Оно и не попадает. Конечно, если ты уже в таком состоянии, то ситуации этих не возникает. В смысле того, что не возникает такого отношения к ним, как к таким ситуациям? Нет, именно из ситуаций не возникает. То есть вот этих, ну, то есть все для тела происходит наилучшим образом тогда. Тогда причины не возникают, ситуации. Потому что там некому страдать, и ума уже нет, кто мог бы зацепиться за это, как игру, как боль, понимаешь? А случай с ногой у Артура? А случай с ногой как некий результат некого взаимодействия тела с каким-то человеком. Понимаешь, что там была ситуация определённая. И это как? А, следствие с медициной? Это возникло, а? А, следствие с медициной? Нет. Нет. С неким человеком. Да, Артура с неким человеком. Вот. Но, получается, на какой-то момент он выходил из этого состояния. Иначе откуда причина появилась? Все равно не затронуто уже было. Тело просто, оно действовало в таком взаимодействии, когда возникла эта ситуация. Ситуация с ногой. Но то, что произошло с ногой дальше, то есть нога была раздавлена воротами. Такой, ну, просто произошёл такой случай. За несколько часов нога восстановилась полностью, без гематом и царапин даже. При том, что оно было раздавлено так, что те, кто там, соседи это видели, они, ну, как бы, не понимали, что с этим вообще делать. Потому что… Ну, я такой вопрос понимаю. То есть регенерация просто произошла. Но при этом не затронут был я, не затронут этим вообще, потому что кроме тела, ну, ничего кроме смеха в этот момент, когда там люди испытывают боль и там жутко кричат, например, или ещё что-то, кроме смеха ничего не могло, не выдавало. Через какое-то время просто огромным потоком энергии просто произошла регенерация. То есть это непонятно. Мне непонятно, но мне интересно, почему возникла ситуация. То есть если человек в этом состоянии есть, я просто работаю с причинами, да? Вот, поэтому, если человек находится всё время в этом состоянии, то откуда же берётся причина, чтобы это произошло? Смотрите, с телом может происходить всё, что угодно. Потому что тело является одним из объектов этой Вселенной. Так или иначе, тело попадает в круговорот движения энергии. Понимаете? Так или иначе. Другое дело, что ты не затронут этим, не участвуешь в этом, поскольку… Это… Поскольку ты… Не это тело. Ты сознание, да? Ты не это тело. Угу. Угу. И поэтому у тела появляются такие ситхи, которые как бы непонятные обычным людям. Угу. Которые воспринимаются людьми обычными просто как чём. Угу. Угу. Чего причины искать не нужно? Угу. Почему с телом может происходить всё, что угодно? Угу. Угу. Вот мои всё знания, вся подготовка… Придите. Не Сардагата Махарачge. Придите. Его тело покинуло этот мир, да? В смысле тело. Так как сознание покинуло тело из-за рака. причина. Будете искать причину. Может, связано с его деятельностью? Нет, все что угодно. Тело проявляется так, как оно привыкло проявляться в данном случае. То есть не происходило, в его случае не происходило вот этого, то, что называется, просветление на уровне тела. Когда тело подтягивается к... Не происходило? Да, подтягивается к такому уровню сознания, к его уровню сознания, когда оно само подтягивается. Так, как это происходило, скажем, с Рамалингой, например. А Рамалинга у него запустились, запускались вообще процессы обратные. То есть имеется в виду вот эта регенерация, а тело начало омолаживаться. Оно там в 50 лет стало выглядеть, как у юношеских. Потом еще младше и так далее, и так далее. Понимаешь? Вот у Нисаргадаты, видно, просто не происходило этого, потому что он как бы как объяснить-то, может быть, что ну вот тело просто так проявлялось и все. То есть вот оно само как бы можно сказать доигрывает свою какую-то условно назвать это программу присутствия для существования в этой верности, в объективном, в объективной этой вселенной. Поэтому искать причины бессмысленно. тело лишь фиксирует то, что уже известно. то, что уже произошло. Вот и все. Мне интересно, вот это вот человек произошло омоложение до юношеского возраста, но он же не стал младенцем, да? Потому что он вознял и все. Нет, он реализовал радужное тело. Нет, я не об этом. Ты какого? Ну, я же биолог. Нет, у него не осталось физического, там другая нежность. Нет. То есть он просто перешел в свет. Происходило так, что фотографии не брали его пленкой, не воспринимало тело как отпечаток. Это я понимаю. Вот. То есть светимость все время усиливалась, усиливалась. не усиливалась. Нет, вопрос был чисто биологический, то есть вот до какого-то То есть получается, что наличие интереса в причине это триггер того, что это уже личностно, что это уже ложный. Конечно. Наличие самого интереса в причине. Это триггер того, что это уже причина задать вопрос кому это интересно. Конечно. А если Лёша приходит на консультацию с такими вопросами я эти вопросы для них удовлетворяю, то получается я удовлетворяю их просто эго и все. Я так просто. Ты имеешь в виду я как ты, как кто? Без из источника. Без источника. Но если не происходит в это время осознание и уменьшение эго, очищение этого эго от яда самого, как бы, этого эгоистического. Я уже поняла от яд. Поняла. Насчупала, да? А для меня, кажется, продолжитель. Это как рыба и удочка. Не знаю в смысле. Ну знаешь, как говорят, когда приходят дать ему удочку, да? Давай, типа, человеку не ей. Да. А, да. А, да. Да, но если человек, это же смотря его ступень восприятия, ты сейчас ему даешь вот такую удочку, а он еще не может ее удержать вообще. Смотрите, вопрос сна заключается только лишь в наличии личности. Понимаете? То есть, кто оценивает размер удочки по отношению к размеру? Поэтому исчезновение личности есть первая причина пробуждения. То есть, на самом деле, он пришел и ему дала ответ не от ума, да, вот, как я говорю, от высшего я, а там, что он понял? Конечно. И что с ним там произошло, вообще не важно. Потому что если он начал давать ответ просто из источника, а ума его перехватили, он говорит, не, не, такой не давай, это для него слишком, то вот это уже произошел процесс. Ну, конечно, я поэтому сейчас для себя и укладываю это все, потому что кто укладывает, куда укладывает, осознавай, это все в осознании просто есть, все ответы эти. Это не нужно по полочкам укладывать куда-то, как уделы. ума нельзя познать, нельзя познать, ума можно лишь поспать крепко. Ну, вот. Тоже осознавая принцип вот этих дуальных каких-то проявлений, которые умеют маскироваться и понимаешь, что когда даже в единстве вот думаешь о том, а когда ты говоришь истинно, а кто-то тебе вот отвечает тем, что он или не понимает, или не осознает, не принимает тебя, ему нужно от ума, а ты говоришь с ним. Если ты думаешь об этом, то все. ты в ловушке. Так получишь. С этим и пришла. Нет, я говорю о том, что когда осмысляешь и думаешь, почему так происходит, что ты говоришь, и тебя человек не понимает. Если это происходит, говорение, должен же произойти как должен. Нет, ничего не должно. Ничего никому не должно. Понимаешь? Просто готовы и приходят. Да, кстати, это тоже. сейчас заведи кого-то с улицы сюда просто под руки. Он ничего не поймет, о чем здесь говорится. Знаете, это как раз печально, потому что у меня есть вопрос, у меня есть вопрос, я не знаю, как это сформулировать, но я сейчас по форумуру. Мне сестра вчера написала, она сейчас в Турции на конференции, то есть у нее все в жизни будет как будет, она там хорошо все. И она мне пишет, я даже здесь все делаю через сопротивление, и у меня все в жизни сложено и сложено. Я даже понятия не имею, ну вот вчера, то есть, а сейчас я слышу ответ на ее вопрос. Я же понимаю, что если вот сейчас на эту подушку посадить, она просто, ну, через час встанет, и делает ход, не факт, не факт, конечно. Она может быть просто осознает, с ней может быть очень просто встанет. Я не понимаю, что делать, мы ей как-то ваше тело, а я ничего не делала, я даже не ответа не дала. Смотрите, я просто ее выслушала. Избегать действия тоже не нужно. Смотрите, нет, то есть, не давать совета, типа, ну, нет, это же сестра, она, 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 венец, это, венец, венец. Ей ничего не нужно, она на своем месте, с ней все произойдет в нужное время, то есть, каждому цветку свое время цветение. Она говорит, что я страдаю, ну, то есть, она говорит, именно, мне она страдалась еще. Хочется же, чтобы она... Кому хочется? Я не хочу. Это великое сострадание, вся милость, она вызывает такую... Ничего не нужно делать. Я ничего. Она вострадается. Если сознание ее готово, она бы уже с вами сидела. Ну, к примеру, условно, или в Турции, в таком же месте. Да, да, да. Игорь, я бы с таким же сознанием. Или в этом же саду, саду, понимаешь? Все. Готовы, приходят. по-другому. Надеюсь, она кому придет, приедет, и я ее сюда приглашу. По-другому, было бы волшебно. В Севастополь по воскресенью в 4 часа. Мне нравится сюда приезжать. Как хочешь, это не проблема. Тут нет никакого вопроса. Приезжаете сюда, значит, все. Здесь так красиво. А здесь по каким расписаниям? Ну, вообще регулярно у нас был сегодня эксперимент такой на воскресенье утром, но вообще по субботам не вспомнили. Утром? По субботам. про ощущения. где-то около часа. Часа. Прекрасно. У меня вчера появился запрос на эту встречу. Я даже не знала, что здесь будет. У меня появился запрос вечером. Возникла ситуация в жизни. И я прям проговаривала себе запрос на то, что мне важно и волшебство. Ну, мне вообще очень быстрее не тренировать ввиду того, что я занимаюсь определенной практикой инстания, ну, физического. И у меня очень сильно ускорено. Готовый приходит. И я только высказываю что-то. Космин, спасибо большое. Все из лучшего. я не могу сижу, шея не останавливается. какая здесь красота. Это не только здесь. Да, да, конечно. Я живу тоже в потрясающе красивом месте, в Долине, среди голов. Ну, не в Соколе нам случайно, не? Нет, рука парень парнавадская. Я просто приехала сюда найти место для себя. Ага, ну, вот это место. Тоже же концепция, если нет. Поэтому и говорится, что не только здесь красота, она везде разлетает. Там, где ты есть, там, куда приходит тело и там, где смотрит Бог твоими глазами. Тихо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...